Мне повезло, если бы мой спонсор до меня не достучалось в ноябре месяце, в конце ноября 30-го, я бы на сегодняшний день, ну, даже не знала, чем заниматься. Надоело все до чертика. Вот я говорю именно с позиции не просто эмоций, а именно обдуманных эмоций, не мотивированных, не эмоций, которые идут от огорчения. У меня продуктовые сетевые компании, сегодня многие стоят на остаточном доходе, и развитие в нем, ну, отчасти происходит, поэтому денег там для себя заработать очень тяжело, начиная от нашей любимой Amway, заканчивая новыми продуктовыми, которые появляются. Вот сейчас чай для похудения, меня активно худеют, 50% прибыли типа в сети и все прочее. Но есть моменты, по которым мы можем судить, насколько длительно будет та или иная компания. Когда я познакомилась именно с Краунд Ван, я пришла в восторг только от одной мысли. Вот сейчас, кто сетевики, меня услышат и поймут. В сетевом маркетинге мы всегда добивались, а, денег, второе, чтобы эти были деньги, как остаточный доход. Я хочу поработать, скорее всего, и вы, год, два, три, как всегда говорили в сетевом маркетинге, а потом уйти на остаточный доход. Проработав в Вижен 20 лет, я к этому остаточному доходу не пришла. Разделилась компания на три куска и так далее, и мы многие это, может быть, проходили. Инвестиции, они если надежные, то они малоприбыльные, называется консервативные, они есть. Если высокоприбыльные, то они рискованные. И сколько ты там продержишься, положив какие-то свои деньги, никто не знает. Так вот, что такое Краунд Ван? Здесь надо увидеть саму идею, масштабную, глобальную, классную идею. Все мы с вами знаем, там, Фейсбук и Гугл, все абсолютно пользуемся. Всю информацию, которую мы берем, мы берем из Гугла. Все онлайн-магазины, все фабрики по производству, все, что хотим найти, это мы делаем из Гугла. Кто именно размещает эти компании в Гугле? Да сами те, кто держат этот Гугл как площадку. И кто имеет деньги, они же. Теперь, как сделать так, чтобы мы были не просто пользователями какой-то площадки, а извлекать деньги? Это надо их перераспределить. Каким образом? Все компании, которые входят на площадку Гугл и Фейсбук, они платят за рекламу, то, что их там расположили. Именно рекламные деньги. И они платят, и эти деньги оседают в Силиконовой долине. Что говорит наш генеральный директор? Йоханн Сталфол Холстейн. Это имя, которое вы провеки петьте. Посмотрите, именно кто начал этот бизнес, и оно пошло действительно уникальнейшим образом. Он говорит, я войду в страны третьего мира, Латинская Америка, Азия, Россия, и дам работу безработным людям. Дам успех сетевикам. Я сделаю компанию номер один. Почему? Потому что на своей платформе я поставлю для развития компании, которые поделятся долю прибыли за то, что мы их раскручиваем. И рекламные деньги, которые мы сегодня получаем, они распределяются таким образом. У нас сегодня Краунд Ван поставил на платформу две крупных корпорации, Афилгоу и Микстери. Это даже не компании, это именно площадки огромные, как концерны, которые включают в себя очень много компаний-партнеров. Вот если Афилгоу посмотрите, то там она включает в себя именно такие партнерские отношения, как Кадера, Бэтвей, Комон. То есть это игровой сектор. Почему выбрали игровой сектор? В 2019 году посчитан был товарооборот. Он удивил весь мир. 152 миллиарда долларов. Вот эти деньги делятся. Любая компания сетевого маркетинга и любой президент в ней всегда приглашает поделить 1 миллиард долларов. И это для сетевой предел. И мало кто туда доходит. А реальный сектор онлайн-игр сегодня 152 миллиарда долларов. И мы замахнулись отбить львиную долю. Получить прибыль и положить в карман. Как это происходит технически? На платформу Краунд Ван встают люди. Зачем? Вопрос. Зачем туда приносят деньги? С целью извлекать многократно прибыль из компаний, которых Краунд Ван взяла в свое обслуживание. Второе. Зачем нужно это компаниям? Компаниям это нужно за тем, что развитие именно в секторе, в частности в онлайн-играх, очень мощно идет. И конкуренция огромная. За счет акционирования они выполнят большой отрыв от конкурентов. Следовательно, кусочек пирога в 152 миллиарда евро в большем объеме осядут именно в прибыли Афилгоу и Микстери. Чем это площадке выгодно? Потому что за счет большого количества людей капитализация самой платформы растет. И, следовательно, и другие компании сюда, им будет интересно заходить. И, соответственно, процент, который имеет именно Рукраунд Ван, он повышается. На сегодняшний день, обслуживая Афилгоу и Микстери, мы имеем 50% их денег, то есть пришли компании, дали 50% рекламных денег. Реклама наружная еще пока есть у них. 50% они на это тратят, а 50% нам. Речь идет о миллионах. Как они распределяются? 80% сеть и 20% для развития платформы Краунд Ван. Краунд Ван. Прекрасно. Это нас пока 2,5 миллиона человек. Как только нас будет 10-20 миллионов человек, компании, заходящие сюда, будут отдавать нам по договору 80% рекламных денег. И распределяться они будут точно таким же образом. 20% на Краунд Ван, директорам и на развитие платформы, и 80% именно среди партнеров, среди членов. Выбрана самая топовая индустрия, развлекательная. Мои дорогие сетевики, в этой жизни мы что только не делали, но нас никогда не звали именно в проекты, где люди сами хотят. Люди сами любят играть, люди сами любят туризм, люди сами любят развлекаться на земле, развлекаться в онлайне. Помните, мы с вами ходили в лунопарки, детей водили. Мы получали тогда по 100 рублей, а карусельки были по 20-15 рублей. Три раза ребенка прокатал, зарплаты нету. Но туда ходили толпами. Вот эти развлечения сегодня на земле имеют баснословную цену. Это вот развлечения типа полет в виртуальной трубе, еще какие-то возможности. И туда молодежь, и люди ходят сами, оставляют там большие деньги. У меня дочка на 8 марта была с зятем в этой трубе невесомости, они отдали 8 тысяч рублей. Их туда никто не мотивировал. Их туда очередь стояла. Именно вот в праздничные особенно дни. Поэтому этот сектор очень масштабный. Вот то, что именно предлагает компания, поучаствовать в прибыли всех компаний развлекательного сектора. Вначале онлайн-бизнес, потом туризм, 2-3 оператора у нас будут крупных, и затем вот эти компактные развлекательные. Затем эта компания, скорее всего, с новомодными там предложениями типа искусственного интеллекта и так далее, то есть на платформу Crown One будет входить именно самый цвет передовых технологий. Почему я в этом так уверена? Надо поглядеть команду. Вот обычно перед IPO, ICO, как у нас учили выбирать именно компании? посмотреть, кто начал это дело, кто замутил его, кто начал всё развитие. Я пришла в восторг от одного человека, вот именно Холстон. Это швед, 57 лет. О нём написано в Википедии. Вы сами это увидите, погуглите. Этот человек создатель множественных компаний, больше 230 создал. Он их всех вывел в плюс. Он оттуда имеет деньги. Он реальный капиталист, венчурный миллиардер. Он пришёл сюда с деньгами. Он умеет именно раскручивать такого рода платформы. Три своих крупных компаний он вывел на NASDAQ. Вы потом почитаете, какие компании, что он сделал. Он публикуется, он именно даёт интервью. Буквально две недели назад по шведскому телевидению была целая передача о Crown One. Он запатентовал права на эту платформу. Да, все официальные документы есть. 1 декабря, когда я именно рассматривала эту платформу, у меня был вопрос, который меня смотивировал в принципе. Что не хватало шведу, миллиардеру, известному человеку, который именно выпускает книги, он учит, как правильно именно в сегодняшнем веке быть мобильными. Он, кстати, говорит о том, что сетевые компании, продуктовые, это всё-таки останется в прошлом веке. Всё перейдёт в онлайн практически, и мы должны смотреть именно вперёд. Вот он говорит, я бы зашёл в одну из сетевых компаний, но ни одна не была именно представлена в интересном проекте, масштабном, где можно своё имя оставить. Поэтому он выбрал именно Crown One и объявил об этом во всенародно. Он начал развитие в этой платформе как генеральный директор и партнёр. То есть у него есть аккаунт, с него началась развиваться сеть. Он сюда привлёк своего сына, он директор по развитию одного из регионов. Он сюда привлёк, 1 января к нам перешёл, генеральный директор по продажам компании Арифлейм, который именно заявил о своём переходе, он дал интервью. И сказал, вы знаете, 40 лет я развивал индустрию косметологии Арифлейм, я являюсь генеральным директором по продаже. Но встретившись с Холстоном, я понял, что есть более мощный проект, более новый, мне стало интересно. И я человек не безумный, чтобы перейти. Сюда он перешёл на уровень директора регионального. И вот тогда вопрос, как мог именно швед, имея деньги, венчурный миллионер, у которого все готовы учиться, у которого два MBA, его приглашали в одной из корпораций, давали ему заработок 5 миллионов долларов сразу. Что мужика заставило, вот я прям просто говорю, пойти в сетевую индустрию? Я от неё, честно говоря, устала за последние свои годы. Я не получила желаемого результата, хотя в первые 3-5 лет я в Вижен заработала 12 миллионов. Но всё равно потом усталость от постоянной мотивации, постоянных закупок, постоянных приглашений, а остаточного дохода не было. Так вот, сегодня он именно под своё личное слово заявляет, что мы будем иметь долгосрочный проект и выплаты ежемесячные за однажды проделанную работу. И у нас есть именно сегодня уже таблицы оплаты работы сетевиков, называется резидуальный доход. То есть за однажды проделанную работу, имея карьеру, человек будет здесь получать постоянно, если даже никто больше ничего не будет делать. Вот это меня смотивировало. И я увидела, что здесь есть на этой площадке пассивный доход для любого участника. Это не матрица, это не система, при которой, если ты не пригласишь, то деньги твои канули в лето. Здесь каждый человек, который зашёл на площадку Краунд Ван, он имеет несколько выгод. Если человек не приглашает и абсолютно по пассиву идёт, то каждую неделю он имеет первый бонус, который выплачивают в долях акций. То есть заходит человек, например, на минимальный пакет. Я, кстати, приглашала на минимальный пакет. То есть на 100 евро зашёл человек, ничего не делает, разбирается, а под ним подписываются люди. Это не он их приглашает, это именно нетворкинг во всей красе. То есть люди подписываются со всего мира. Я сначала скептически подумала, думаю, ну перепись населения какая-то. Но нет, каждую среду нам дают пассивным людям 2,5 евро, 2 евро, 5 евро цента за участие в этой программе, в этой платформе. И это в долях акций. И каждую неделю человек получает прибавлением долей акций. А доли акций растут в цене. И тогда появляется очень хорошая мотивашка. Я ничего не делаю, а мне что-то даю. Мне это нравится. Человека не надо здесь, ну как сказать, уговаривать стать активным. Потому что если хотя бы одного партнёра приведёт активного этот человек, который планировал быть пассивным, ему платят ровно в 2 раза больше. То есть уже не 2,5 евро, а 5 евро. И проект раскрывается, он становится интересным. Люди активные, да, и кстати, и вот на этот доход, вот на этот пакет ежеквартальные начисления. Следовательно, используя свою разум и логику, я могу предположить, и об этом говорит Холстон, что у нас ежеквартальные выплаты в наш карман будут только увеличиваться. Потому что мне прибавляют доли акций. И потому что сама индустрия, именно мы отбиваем вот этот пирог, этот процент от пирога. И мне это бесконечно понравилось. Дальше, если я активна, мне компания даёт все возможные инструменты в руки. Во-первых, прям первое именно, это за 14 дней, пригласив 4 человека, я получаю бонус страха потери. То есть, если я вошла на 100 евро, пригласила четверых партнёров за 14 дней, то мне компания выплачивает 125 евро. Нормально вернул себе денег, пригласил активных партнёров. Если я приглашу на 300 евро пакет, то компания заплатит 375 евро. Если на 800 евро пакет, то тогда я получу 1000 евро. И если на 2,5 инвесторов, то в оплату идёт 3000 евро, прямо на второй день. Могу ли я с пакетом 100 евро пригласить более крупных инвесторов? Дадут ли мне эту возможность? Да. Здесь нет зависимости от вашего личного входа. Сейчас многие сетевики, вот я честно говорю, я в Воронежской области, когда работала у себя в Воронеже, каждому, к кому я обращалась, я получила 40 нет практически вот сразу, потому что включилась 1 декабря с пониманием, что если я до 15 декабря не поставлю свою сеть личников, то потом начнётся пьяный Новый год. А мне очень захотелось здесь преуспеть. Так вот я получила 40 нет. 15 да, 15 партнёров стало. Но сегодня многие, кто мне отказали, выходят в личный разговор и говорят, слушай, Алка, я ведь не поверила, что это может быть развитие такое. Неужели ты правда 108 тысяч получила? Я сегодня вот только разговаривала. Я говорю, правда, но ты ошиблась. Уже 110. Тысяча евро за 3 месяца. Что такого я сделала? 15 человек пригласила. Другие звонят и говорят, слушай, Алла, я хотела с тобой пойти, но мне было стыдно признаться. Я сетевичка, а глаза прячу в пол. У меня не было 100 евро. А мне при этом выносили мозг, говоря, что ты что, вот лучше наш Гринвей или лучше наш Амвей. А сегодня, вот честно говорю, просто позвонили и сказали, Алла, вот так и так, как мне теперь войти, давай, как мне рвануть, как побыстрее сделать. Тут реальные деньги. Деньги большие. Потому что в Воронеже у меня дочка купила квартиру на мои деньги. И это знают мое окружение. Те, кто даже не поверили. Ну, немножко эмоции. Следующий план, по которому нам платят, и меня это удивило, это бинар. Там, получается, бинар всегда был только в одном представлении. Слева поставили человека, справа поставили человека. Бинар схлопнулся. Получи 10%. Здесь совершенно другой бинар. Здесь именно бинар, который называется объемный. Конечно, а здесь и нет возможности кредитов, потому что даже пакет максимальный, сейчас, давай я полистаю, даже пакет максимальный, он именно ограничен. То есть тут нас не вводят именно в долги и кредиты, потому что ограничили пакет. 2,5 тысячи евро для инвестора. Это семечки. Именно для инвестора, говорю, не для простого человека. И если я, например, инвестор, и у меня есть миллионы, я не смогу сюда их влить абсолютно. Мне как бы не позволят. Так, сейчас я чуть-чуть перешагну. Вот, поэтому у нас есть 4 пакета, и нет там выламывания рук в инвестициях. Есть небольшой пакет белый. Рекомендую начать всем с белого или вот с черного. Сегодня это можно, потому что я вам потом скажу о промоушене. Чтобы стартануть, надо иметь 100 евро. Вот что я 1 декабря и сделала. Я вошла на белый пакет, пригласила за 2 недели 15 человек, перешла сразу на черный, буквально через неделю. С черного именно заработала пакета при работе команде больше 3 тысяч евро. Потом перешла на золотой. И когда заработала 10 тысяч евро, даже больше, я перешла на титан. То есть это хождение говорит о том, что можно делать апгрейды. Но поскольку мне деньги были нужны, я не прыгала с одного пакета на другой, именно делая себе инвестиции. Я делала именно таким образом. Получила прибыль, вынула в карман. Следующая прибыль апгрейд. Получила прибыль, вынула в карман и так далее. Поэтому сразу изначально правильная стратегия и привела к тому, что люди стали делать то же самое. Потому что я всегда говорю то, что я делаю. Говорю, хочешь, повторяй. Не хочешь, это будет твоя самодеятельность. И смотрите, вот я начала говорить о бинарном бонусе. Почему он другой? Потому что здесь есть возможность получать один к одному. Это когда как раз идет обычный бинар. Поставили человека справа, поставили человека слева, слева бинар схлопнулся, и мы, как правило, получали 10%. Так вот в нашей ситуации, посмотрите вот такую картинку. Когда справа нога считается спонсорская, в ней может быть объем. Если сегодня спонсорских переливов нет, то мы этот объем ставим своими людьми. Я поставила сюда человека из Казахстана, сетевика мою знакомую. Я поставила веточку из Греции. Это еще и в Вижен, они у меня были. Я поставила сюда человека, как раз из Гринвей, лидера, сетевика. И вот эти люди мне дали объем. И дальше спонсорские переливы пошли. Но как только я поставила человека слева, то мне заплатили с пакета 100 евро 36 евро. И многие меня спрашивают, говорят, Алла, ну не может быть 36% именно в бинаре. Любая компания разорится. Так вот и у нас не 36%. У нас платят именно с одного пакета, со второго пакета, из третьего пакета по спонсорской ноге и с одного пакета по внутренней. То есть, если человек проинвестировал 100 евро, это 90 баллов. 90 баллов считается 1 балл 1 евро. То есть мне заплатят 9 евро. Поэтому что значит 1 к 3? По правой ноге берут 3 инвестиции, 9 евро умноженное на 3, 27. И плюс по левой стороне, именно когда внутренняя нога открывает, ну приходом инвестиции в 100 евро, то плюс еще 9. И таким образом 36 евро. Но это именно на пакет 100 евро. А представляете, если это пакет на 300, то мы сразу получаем 108 евро. Если этот пакет на 800, то мы получаем 288 евро. И если пакет на 2,5, то в зарплату идут 900 евро. Вот здесь примерно написано, как идет подсчет. Я дальше в плане маркетинга потом углублюсь, но не в сегодняшнюю встречу. Вот здесь лучше покажу сразу объяснение. То есть мы всегда в бинаре боялись, чтобы одна нога не была слишком длинной. Почему? Потому что это нервирует, догнать невозможно, все время там пыхтишь по внутренней стороне. Что происходит здесь? Нам выгодно, чтобы внутренняя сторона, чтобы именно спонсорская, простите, сторона, спиловерская, была как можно больше. Вот пример. Здесь стоят разные пакеты. И всего балла в большой команде 10 тысяч. В зачет идет именно по баллам 6 тысяч 750. Почему взяли этот пример? На большой инвестиции сразу все видно. Если у нас входит участник на титан пакет, то он платит 2,5 тысячи евро, а баллы заходят 2250 баллов. И вот они зайдут по внутренней стороне. И тогда по правой стороне, по объемной, по этот, снимут 3 раза по 200, по 2,250. Это будет 6,750. Они пойдут в оплату, плюс прибавят 2,250, которого мы привели, именно участника, и получится 9 тысяч баллов. И, следовательно, в деньгах это 900 евро. Если спонсор ваш хорошо работает, вот эти баллы по правой стороне, они могут быть все до одного спонсорские. И тогда у меня появилось именно понимание. Я в 3 раза могу, как сетевичка, меньше работать и в 3 раза больше получать. Почему? Потому что спиловерская ветка, быстро или не быстро, она обречена быть длинной. И меня это очень порадовало. Более того, люди здесь, именно мои участники, все делают апгрейды. В первый месяц мы с командой, я заработала 10 тысяч евро. В первый месяц с 15 людьми. Я вам потом расскажу, почему. А в следующий месяц 30 тысяч евро именно с этими участниками. Я ни одного не пригласила больше. 15 человек. А заработок вырос ровно в 2 раза. Откуда? Потому что люди сделали апгрейд со 100 евро до 300. Следующий заработок был больше 100 тысяч евро в следующий месяц. Откуда? Потому что люди с 300 сделали до 800 и более. И мне нравится, что эту платформу именно так и ведут. То есть у нас есть серия промоушенов, я вам о них расскажу попозже, когда толкают твой бизнес просто изначально и сразу прям как ракета. После бинарного плана меня удивил матчинг-бонус. Обычно в компаниях бинарных матчинг-бонус платят из расчета, как ты поработал с личниками. И как правило, в других компаниях было 10% в первая линия, потом 5 или 6% в вторая линия, ну где-то приблизительно 3, 2,5, третья линия и по 0,5%, максимум по 1%, 4,5% абсолютно во всех компаниях, именно связанных с бинаром. Здесь бинар, который платит 10% по первой линии, если у нас белый пакет минимальный и 4 приглашенных. Как только у нас становится, как только мы делаем апгрейд на 300 и у нас 8 людей приглашенных, личников, мы получаем еще 10% по второй линии. Вот тут я ни разу не подняла телефонную трубку и ни одному из своих людей не сказала, сделай апгрейд. Потому что упустить 10% по второй линии это недополученная прибыль. У нас нет людей глупых. Мы все свою прибыль умеем считать. Поэтому мне легко было перейти на 30 тысяч евро с 10. Люди сделали свою выгоду. Третий уровень, получать 10% еще плюсом, это надо остаться на том же пакете 300 и пригласить 12 человек. Четвертый уровень, чтобы получать 10%, это надо опять же сделать что? Апгрейд до золотого. А личников 16 человек. И самая максимальная, самая большая цель, которую здесь надо добиться, это сделать титан и иметь 20 личников. Вот я честно вам говорю, у меня было 15 личников. 16-й появился через месяц-полтора. И мне не хватало 20 человек, а пакет уже давно был титаниум. Я упустила порядка 5000 евро. Я себя очень ругаю. Я видела, что я недополучаю прибыль. Но я встала в какую-то гордыню, что мне надо именно работающих пригласить, не просто там кого-то. А на самом деле это бизнес. И все-таки я поддалась искушению и подписала четверых неработающих родственников. И стала получать по пятой линии. Я каждый день видела, что ко мне приходит 200-300 евро только по матчинг-бонусу. Поэтому сегодня со 100 тысяч евро матчинг-бонус составляет практически 20. Очень хороший вот этот именно, ну, возвратный бонус, так скажем. Не упускайте эти возможности. Просто смотрите, какой у вас пакет и какое количество людей. Не делайте ошибок, как я. Стримлайн-бонус – это бонус потока. Но это вот как раз то, что делает компания за нас. Как только человек регистрируется, под ним регистрируются люди из разных стран. А как только человек оплатит свой пакет, то еженедельно 2,5 евро приходит в виде долей акций. Это вот то, что делает платформу самомотивирующей. Вот. Регистрации. Здесь видно, что как можно зарегистрироваться присоединиться и видно, через какие системы. Поэтому легко, на самом деле, на площадке легко зарегистрироваться, выбрать пакет и оплатить. Образовательные программы, они будут относиться к нам в той степени, в которой сейчас, когда введут биржу внутреннюю, когда у нас пойдет внутренняя валюта, то люди будут учиться работать в цифровом поле. То, что у нас оплачиваемая карьера и, как в других компаниях, есть путешествия за карьеру, у нас все это тоже есть. Поэтому Краунд Ван – это платформа, которая сочетает в себе именно групповой маркетинг и нетворк онлайн. Многие, когда мы приглашаем, говорят, «Ой, ну вот вы что, это же грешно, вы приглашаете в игровую компанию, а там есть риски». Да не является Краунд Ван игровой. И мы игры не продаем. Мы обслуживаем компании. На сегодняшний день это сектор онлайн-игр, да. Но в последующем у нас будут очень много компаний. Поэтому мы будем извлекать прибыль из разных индустрий, работающих сегодня, с большим количеством людей. Вам очень сильно повезло, потому что 15 апреля акции Афил Гоу и Микстери закончатся. Конец песни, связанной с игровой индустрией. А это самая массовая индустрия, самая масштабная индустрия. Самые большие прибыли мы будем иметь именно из Афил Гоу. Но у нас есть промоушен на сегодняшний день, с 22 числа. Все люди, которые придут на пакет 100 евро, получат 300. Которые на 300 получат 1000, и которые на 2,5 получат на 7000 евро акций. Успейте покупать, успейте приглашать. И вот за это сейчас, за этот период войдет максимальное количество людей. А выплаты у нас начинаются, начиная с мая месяца. То есть не надо ждать будущего, как Skyway. Не надо каких-то технологий, которые еще нет. Мы на реальном секторе с реальными компаниями. А мы тут всего 3 месяца. Сегодня официально компания Афил Гоу открыта в 12 странах. То есть товарооборот происходит в Уганде, в Латинской Америке, в Мадагаскаре, в Индии. Это там они играют, а мы с вами деньги имеем. Раз в квартал. Обычно в Россию заходили, чтобы с Россией покачать денег. Все компании сетевого маркетинга, обойдя весь мир, приходили в Россию. Как остаточный доход с нас иметь. Причем с подделками частично, а иногда и очень часто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова